Около полтора лет назад я познакомил вас с игрой под названием London Racer Police Madness, которая была создана при участии популярной компании Davilex. Как оказалось, помимо известных серий, таких как London Racer, A2 Racer или Boris Marcelo Racing, существует довольно обширная серия Autobahn Racer, созданная в первый раз в 1998 году. По старым частям этих оригинальных серий также был фильм с выразительным названием A2 Racer. Сама постановка, хотя отчасти напоминает посредственную копию фильма Forza, добила определённые приборы и была принята достаточно хорошо. Это безусловно заставило Davilex изменить свою предыдущую игру в качестве ответа и по лицензии Constante Film была создана рекламная игра. Но может ли игра основана на использованых асетах и сделана панельской ценой быть успешной? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Autobahn Racer, да шпильцовый фильм, был создан в 2004 году и случайно для немецкого рынка благодаря компании Davilex и дистрибуторию Кохмедиа. Сегодня мы возьмём ещё одну гончную игру, на этот раз сделанную по очень низкой цене. По идее мы имеем дело чуть выше, чем Autobahn Racer 4 или London Racer World Challenge, но по факту до этой игры была создана реновая постановка по названию АЛАН ФУЛЬКО БРА-11, которая не была ориентирована на работу дорожной полиции на ненагальных уличных гонках. В игре нет сюжета, только схема 16 различных миссий, которые открывают нам новые трассы и автомобили. Проблем в том, что все 16 миссий было разделено на 4 городы, и у нас есть такая же схема миссий. Гонка на время, квалификация, чемпионаты, а наконец полицейская погоня за известными с кемпионом гонщиками. В London Racer World Challenge эти миссии или чемпионаты были очень интересными, кроме того, что это была бюджетная игра. Но в этой постановке я начинал на дое дать после прохождения первых двух трасс из четырех. Да, заново сказал четыре. Ещё одним большим недостатком является то, что в этой игре просто четыре города. Коун, Берлин, Моншен и Амбург. Это правда, что London Racer World Challenge был создан в прошлом году перед этой игрой, но в любом случае, это можно было сделать лучше. Сам Коун – это единственная новая локация в этой игре. Напоминает ли вам город из сериала Аларм Фурку Брады Назет? Само шосса, мягко говоря, странная, а центр города находится на уровне с трассами из Полис Мэднес. Я могу понять, что это душевая аркада, и города не будут на 100% аутентичнее, но все же. В игре есть 17 различных автомобилей, и хотя мы знаем, большинство из них было использовано из прошлых игр, некоторые автомобили из фильма были созданы для этой игры. Итак, помимо Renault Clio V6 или Volkswagen Golf R32, у нас есть реплики таких автомобилей, как Ferrari 360 Modena, Porsche 911, а также BMW M3 S46 или Ford Mustang Mach 1. К сожалению, еще одна проблема – физика вождения. Правда, машины стали намного тяжелые, их трудно перевернуть или разбить, но ролевое управление по-прежнему иногда не индивидуное. Это немного лучше, чем в прошлых играх на по-прежнему. Они едут так, как будто набит мешками с песком. С разгоном не лучше. Машины волшебным разом выстреливают до максимальной скорости за 3 секунды после старта, а когда мы запускаем нитро, наша машина получит еще дополнительную мощность, которая позволит ей разогняться до 30-60 км при часе. Пришла пора познакомиться с поведением наших соберников. Хотя у нас есть автомобили, на которых в фильме изделия опытные стрит-рессеры, вы можете легко обнаружить, что игра была создана от компании Davilex. Даже когда у противников есть множество коротких путей или широких улиц, вы обычно можете увидеть, как они приезжаются друг к другу, и снижаются трассы. Да, даже на новой трассе в Козне так бывает. Что за черт? Но это особенно весело, когда дело доходить до быстрых автомобилей. Хороший пример? Полицейские погони, когда мы останавливаем итальянские суперкары. Само по себе, разбивание этих машин вызывает в меня много смеха. Ну просто увидите, как они едут во время столкновения с полицейскими. Для меня это просто... Идиотизм. У меня мало, чтобы сказать об аудиовизуальном сеттингу, потому что в игре из немецких городов есть Autobahn Razer 4, который был выпущен 2 года назад. Многие автомобили тоже напоминают пластиковые модели, и несмотря на пола спровеждений, в автомобиле нет деформации кузова. Что еще хуже, 3D-модели имеют тенденцию быть слишком угловатыми, а текстуры в некоторых местах становятся слишком размытыми. Не то же этот эффект при использовании нитро. Просто не стоит об этом говорить. Звук в игре это тоже плохая шутка. Создатели, помимо реализации одинаковых звуков, которые хотели, назначенных для данных автомобилей, представили нам музыку назначения для данных треков. Но две песни смешаны в одном для каждой городской радиостации. Это одна из немногих игр от Davilex, в которой я выключил музыку и хотел слушать интернет-подкасты вместо игрокового звука. По крайней мере, музыка в главном меню была взята из фильма, а не от известных из Бозы Нитали. Ведь в такой игре можно дать несколько лицензионных треков. Они были в видеоклипах из фильма, который поделился Davilex. Autobahn Razer, да, шпильцов фильм. Это плохая рекламная игра из 2004 года. Использование сетов с предыдущих игр. Четыре трассы в двух вариантах. Однообразная кампания с 17 и различных машин, в том числе двух полицейских, немного устаревшая графика и плохое аудио. Кампания в игре длится только две часа. И после того, я, может, раз или два захотел начать игру заново. Было бы лучше сыграть в London Racer World Challenge, так как в то время, Davilex был в воле продвинутый персоналу. В.П Shybar В.П 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 Продолжение следует...